Вахта памяти 2017 нам запомнилась обнаружением двух воинов. Это Комаров Григорий Федорович, лейтенант саперного взвода и на ком я хотел сегодня остановиться это Сергей Антонович. Сергея Антоновича мы нашли непросто. Нам данный раскоп дался нелегко. Нам пришлось раскопать большую периметр, где-то примерно 15 на 9. Найдя останки более 50 воинов, среди этих воинов у одного бойца мы смогли обнаружить три награды. Две медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. Причем обнаружили их не просто лежащими где-то на грудном кармане, они были обнаружены между... на ноге была лангетка и между лангеткой и ногой были аккуратно сложены вот эти три награды. Три боевых награды, самое необычное в том, что две медали за отвагу имели нумерацию подряд. Очень редко встречается данная награда в нумерации, чтобы они выдавались одному солдату подряд. Но и медаль за боевые заслуги тоже нумерацию имела. Цифры были парные. 66, 33, 22. Нумерация тоже, может быть, так совпала. Сергей Антонович Пименов по должности стрелок, по назначению командования и по приказу командования был назначен посыльным до важных пунктов. То есть, как особо секретные документы, как совершенно секретные документы, Сергей Антонович доставлял точно, вовремя и в срок. Первая медаль за отвагу сразу вспоминается его боевой путь и его, наверное, на непростое выполнение данного задания. Ему нужно было в кратчайшее время пронести данные документы в арт-дивизион, в арт-полковый. На встречу ему, конечно же, попались немцы. И немцы, скорее всего, того, что вылавливали таких единичных, посыльных единичных, которых без труда можно поймать. Особого вооружения у таких людей нет. Но единственное, что они знают, что они до конца будут верны своему долгу и отступать или сдаваться в плен они точно не будут. Как правило, у таких бойцов, кроме личного оружия, винтовка Мосина, еще и была граната с собой. Когда он попал в окружение порядка 20 немцев, он принял бой и в этом бою, согласно органовому документу, уничтожил шестерых немцев. Смог убежать в суматохе в этой и доставить вовремя документы, чтобы артиллерия отстрелялась по Невилю. Благодаря данным усилиям солдата Невиль был освобожден. Что касается второй награды, медали за отвагу, то он был представлен не своим командованием в данной награде, а представлен офицером, капитаном другого подразделения. Как описывалось в наградном листе, что он помогал поднимать в атаку солдат данному капитану, который писал наградной лист. Награда имеет нумерацию последовательную. Одна, вторая, медаль за отвагу. И не совсем понятно, разные подразделения, но одного штаба. Скорее всего, что награждали Сергея Антоновича в один день двумя медалями за отвагу. И человек месяц проходил, то есть получил награду, через месяц еще одну награду, через месяц еще и ровно через месяц получает тяжелое ранение и в акупункте погибает, скорее всего, от потери крови. Спрятал он свои награды под лангеткой в ноге, которая была перебинтована и очень ценил из-за того, что не успел их попросить, не успел, скорее всего, даже сфотографироваться с ними. Конечно, счастья для поисковика, наверное, не было предела. Причем, понимая, что мы нашли боевые награды, а боевые награды за просто так не даются, и все знают, что они намерны. Все три номера очень хорошо прочитались, и Пименова Сергея Антоновича по наградам мы смогли установить еще находясь на вахте. Мы незамедлительно еще в полевых условиях начали розыск родственников. Плодов сразу не принесло это. Пришлось обращаться в местный поисковый отряд «Спектр». Сам Сергей Антонович из Орехово-Зуевского района. Раньше это был Куровской район, сегодня он называется Орехово-Зуевским районом Московской области. Поисковый отряд «Спектр» нам очень сильно помог, и буквально за неделю смогли найти родственников. Сергей Антонович, как оказалось, из рассказов родственников, старовер по вероисковой даме. И родственники сразу приняли решение, что мы хотим его похоронить вместе с матерью, с отцом на одном кладбище, на сельском кладбище. Помимо близких родственников, там есть и разные дальние родственники, поэтому Сергей Антонович должен лежать, как они сказали, здесь, на родной земле, откуда он уходил. Его останки обнаружили мы 14 августа 2017 года, а 14 апреля со всеми воинскими духовными почестями предали земле в Орехово-Зуевском районе. Наверное, поисковику не важны награды, там, медали, грамоты, благодарности. Вот те слова, пережить те слова благодарности родственников настолько, вот даже, наверное, это нужно побывать, это нужно увидеть, настолько искренне, со слезами на глазах, говорят «спасибо». Сложно осознать, наверное, всю важность и нужность работы. И вот только тогда, когда ты видишь лица родственников, ты понимаешь, что это единственное связующее звено между бойцом и родственником. Если вот этой нити не будет, родственник никогда не вернется больше из фронта домой. Сергей Антонович вернулся. Сегодня имя его увековечено. Воинское захоронение паспортизировано, как положено, по законодательству. И считаю, что работа-то вот, она выполнена до конца. От момента нахождения до момента погребения на родине воина. Все, что смогли, со своей стороны мы выполнили. И если говорить о наградах, мы их, конечно, почистили, привели в достойный вид и передали торжественно на митинги по свиньям.